Продолжение следует... Путину что-то, на что тот не был готов ответить. Мы уже как-то привыкли к тому, что даже мороженщицы, общающиеся с Путиным, оказываются переодетными сотрудницами ФСБ, а их общение заранее отрепетированным спектаклям. Да к тому же Сокуров вроде бы сказал Путину, как говорится, всю правду. И эта правда вроде бы так вывела Кремль из себя, что Сокуров даже начал всерьез опасаться о свою жизнь. А Пескову даже пришлось делать заявление, что никто Сокурова за его слова к уголовной ответственности не привлечет. Чего фактически, кстати, потребовал Кадыров. Нужно также отметить, что со стороны оппозиции выступление Сокурова вызвало не менее истерическую реакцию, только теперь уже в его поддержку. Да и практически каждый блогер счел своим долгом высказаться по этому поводу, и некоторые, а точнее даже многие, высказались не по одному разу. И мне пришлось долго ждать адекватной реакции какого-либо известного блогера. Реакции, которую действительно не стыдно было бы прокомментировать. И честно говоря, думал, что уже не дождусь. Но, к счастью, ошибся. Меня заинтересовала реакция на это Николая Бондаренко. На его канале «Голос оппозиции» есть небольшой ролик об этом. Название ролика лучше зачитаю. Бондаренко о споре Сокурова с Путиным. Арестует ли режиссера? Ведущий в начале ролика рассказал о сути выступления Сокурова. Напоминаю, оно было на президентском совете по правам человека. А главным в нем было то, что он призвал те народы, которые не хотят жить больше с русскими, и прежде всего народы Кавказа, как он выразился, отпустить. То есть сделал чистой воды сепаратистское заявление. И, кстати, требование Рамзана Кадырова дать этому заявлению правовую оценку вполне обоснованно. Так вот, лично у меня создалось впечатление, что Бондаренко первый, пока последний российский политик, который обратил внимание на то, что сказал Сокуров, а не как он это сказал и кому. Бондаренко прямо сказал, что у нашего народа очень много проблем. И проблема, поднятая Сокуровым, здесь далеко не главное. Более того, он назвал заявление Сокурова глупостями необоснованными. И сказал, что он уверен, что его никто не будет привлекать за это в уголовной ответственности. Вот если бы он спросил о доходах граждан, о том, что люди умирают, не доживая до пенсии, о том, что людям негде лечиться, потому что больницы переполнены и так далее. Вот это да. За это в нашей стране могли реально посадить, поскольку именно это у нас сейчас считается экстремизмом. Вот как он об этом сказал. И тут на фоне этого выходит член Совета по правам человека, так еще и говорит, что там кого-то надо куда-то там отправить и так далее. Песков, ну понятно, они попытались нивелировать это, потому что пошли слухи, разговоры. Все же понимают карательный настрой действующей власти, репрессивный настрой. Сейчас вот заговорили, чтобы снять какие-то опасения. Нет, нет, ему ничего не грозит. Да, блин, конечно, ничего не грозит. Вот если бы он спросил о доходах граждан, или там о том, что люди умирают, не доживая до пенсионного возраста, или что койко-мест не хватает, люди ждут сумасшедшее время, скорую помощь, их никуда не везут, к правительству везут, потому что в больницы переполнены. Вот за это да, за это могли бы реально посадить. Вот это да, в нашей стране считается экстремизмом. Говорить правду это экстремизм. А говорить там какие-то глупости необоснованные, это, конечно, сойдет в срок. Что здесь можно сказать? Не знаю, случайно это получилось или нет, но заявления Сокурова полностью льют воду на мельницу Путина и на мельницу номенклатуры. Они полностью укладываются в один из главных демагогических тезисов номенклатуры, в которые народ, к счастью, уже перестает верить. А именно тезис «Если не будет Путина, то Россия повторит судьбу Советского Союза и тоже разводится». То, что это демагогия, специалисты знают хорошо. Практически все народы Советского Союза почувствовали, и ой как почувствовали, к чему привел проскол на 15 частей Великой Державы. Равно, как они хорошо почувствовали и то, что если это повторится, то лучше точно не будет. И серьезных сепаратистских движений на территории современной России просто нет. Цена национальной свободы оказалась слишком высокой. И опьянение уже, ой как давно, сменило похмелье. И далеко не только в России. Мне, как независимому экологу, приходилось много общаться с моими коллегами независимыми экологами из других бывших республик Советского Союза. Так вот, практически все они очень сожалеют о том, что мы больше не вместе. И здесь я согласен со словами еще советского ученого Дмитрия Волкогунова. Мне, увы, не удалось найти этой его цитаты дословно в интернете. Похоже, она незаслуженно забыта. Поэтому цитирую по памяти. За центробежными тенденциями последует центростремительное. Народы нашей страны однажды опять захотят объединиться. И сегодня у этих слов не просто есть шанс стать пророческими. А эти шансы растут. И уж, конечно, вопросы зарплат и пенсии, развала медицины, огромной смертности и так далее. Понятно, сегодня людей волнует намного больше, чем вопрос национальной независимости. Скажем того же, Ненецкого автономного округа. И поэтому я полностью согласен с Николаем Бондаренко. Заявление, типа заявления Александра Сокурова, просто отвлекают людей от действительно настоящих проблем. Если понравился ролик, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делитесь роликом в социальных сетях и на других ресурсах. Пишите комментарии, смотрите мои аналогичные ролики, какие именно вы видите на конечных заставках. Спасибо. Спасибо.